привет друзья добро пожаловать наконец-то я снимаю и давайте начнем с самого главного самая главная ценность это сушилка и это машина они расположены у нас прямо у входа с левой стороны где я вас встречала и я с абсолютной уверенностью могу сказать что сушка и машинка есть далеко не в каждой квартире в нью-йорке и даже в лос-анджелесе для площадь гораздо больших квартир у нас не было все ходят в ландре я думаю вы это все знаете поэтому нам потребовалось гораздо больше времени чтобы найти хорошую и уютную светлую квартиру с большой площадью и уже всеми удобствами прямо и дальше мы попадаем на кухню справа входа здесь вы могли видеть ее другом видео где я снимала продукты в холодильниках вот здесь есть также все удобства вся кухня была встроена это у нас микроволновка плита удобная кстати плита с печкой вот шкафы достаточно большое количество и холодильник он чуть поменьше чем у нас был в лос-анджелесе там у нас был дверный вы можете посмотреть обзор моей квартиры в лос-анджелесе здесь же у меня на канале в другом видео я оставлю ссылочку вот вот это кстати наш новый друг аэрогриль мы недавно совершенно закупили он абсолютно классный потому что готовить в нем можно без масла вы кладете туда овощи или курицу вообще любые даже полуфабрикаты и он будет все готовить за считанные минуты 5-7 все абсолютно полезное так что это отличная вещь стоит она кажется 50 долларов на каждая квартира имеет посудомоечную машину что очень важно это уголок честера из бытовых приборов у нас только мини гриль она очень классная у меня была абсолютно такая же в лос-анджелес только розового цвета в этот раз решил обходиться без розового вот она очень маленькая туда помещается как раз котлетка или бутерброд и кофеварка у нас точно такая же была волей в общем все приборы я покупала уже по своему предыдущему опыту вот и кроме этого чайничка чайничек такой чугунный тяжелый я покупала его в одном из магазинов в нью-йорке еле довезла потому что я свою покупала еще доску вот эту тяжеленную вот она очень классная я подумала что она впишется в наш интерьер очень неплохо ну и собственно сама аэрогриль это все что у нас есть в этот раз мы уже не стали покупать много разных приборов как мы делали в прошлый раз это типа тостер соковыжималка кухонный комбайн общем вот это все мы уже не стали покупать потому что это потом просто распродалось за бесценок либо выбросилась и у нас к сожалению меньше места здесь чем было в лос-анджелесе потому что потому что нью-йорк друзья нью-йорке все гораздо меньше вообще эта квартира в принципе по метражу наверное точно такая же как было полой то есть мы почти не жертвовали размерами этой квартиры за исключением того что у нас нет балкона но зато у нас есть всякие террасы которые я вам покажу в конце видео совсем забыла сказать что в этой квартире мы живем чуть меньше года мы заехали сюда в конце сентября прошлого года она была абсолютно пустая то есть все что здесь есть то что я вам сейчас покажу это мы покупали вот буквально за месяц за два наверное мы ее обставили поэтому огромного количества у нас мебели нету не судите строго мы уже постоянно переезжаем поэтому честно говоря даже когда мы покупали сюда мебель мы уже так заранее думали а что будет если мы будем переезжать чтобы не пришлось все этого продавать потому что в нашей другой квартире в лос-анджелесе это больше мебели и бытовых приборов мы все это продавали раздавали выкидывали в общем опыт был не очень я вам скажу дальше у нас идет здесь ванна и шкаф где висит вся одежда такая которая чаще всего используется в общем такой шкаф у нас здесь идет всякая обувь и так добро пожаловать в нашу ванну привет она сразу хочу сказать очень большая к сожалению у меня нету такой отзумленной линзы чтобы вам все это показать но для нью-йорка вот честно это ванна очень большая считается потому что здесь еще очень хороший свет смотрите вот просто хочу сказать что поверьте мне на слово в нью-йорке ванны вот просто вот такого вот размера малюсенького вот поэтому здесь просто считаю огромная площадь вот мои весы умные которые я опять таки не буду вставать вот здесь все самое необходимое всякая косметика у меня здесь стоит уходовая тащусь от этих лампочек здесь тоже косметика всякая и здесь все аптечка всякие крема но духе правда и в общем всякие средства для загара вот загара после вместо и прочего косичка это кстати я привезла из чехии праги вот ну и все самое необходимое по минимуму вот это кстати вещь у меня была в лос-анджелесе если кто помнит здесь воск он очень вкусно пахнет написано home sweet home вот эта умывалка которой я пользуюсь она кстати очень классная написано вот кейл грин ти суперфуд она просто потрясающая а это кстати крем который я сейчас использую это косметика анест она произведена джессика альбой мне кстати очень нравится ну собственно вот такая минималистичная ванна это занавесочка по моему очень прикольная там ничего особенного сверхъестественного нету вот такая ванна в которой можно купаться вместе с пеной для ванны или чем-нибудь еще что мне тоже нравится ну и в общем то все итак мы возвращаемся в самую главную комнату это гостиная сразу возле кухни у нас идут два барных стула они очень классные это единственное наверное такое что-то более-менее дорогое что мы купили потому что они ну очень мне понравились вот такие у них классные ножки очень удобные ну и тут всякие мои благовония которые я обожаю это сейч который можно жить всякие свечки из urban outfitters и вот это моя любимая свечка калифорнийская далее у нас идет зеркало естественно в прихожей чтобы можно было посмотреть на себя перед выходом ну или вот и снимать гостиную тут спидчестер тут ненужный компьютер дальше нас идет телевизор на тупочке и мой любимый рабочий стол стол очень классно у меня спрашивали ссылочку я обязательно оставлю ниже и на стол тоже вот эту лампу я тоже обожаю она это наушники у нее очень клёвый такой винтажный цвет и свет соответственно такой немного приглушенный ну это мой компьютер естественно и вот такое зеркало я купила в таргете она недорогое и очень красиво на мой взгляд но здесь у нас принтер и так наша стоимость где мы проводим больше всего времени это гостиная ура эти картины мы купили все на последнюю очередь совсем недавно они приехали к нам из англии вот такие они классные я уже не помню как я их нашла но они мне очень нравится эти огоньки приехали вместе со мной я купила курбан аутфитерс они очень классные поэтому мы их отправили почту сюда эту пальму мы купили я не помню две вот но она классная я почти не надо поливать она отлично держится вот этот цветок мы купили вместе с ней и знаете чем он классен то что у него начинают опадать листики когда он хочет воды соответственно стоит полить его водой и буквально минут 30 и у него снова встают листья обратно то есть он сам даст вам знать когда его нужно полить это очень круто я считаю вот эти столы я сказала ну это такой кофейный столик или прикроватный столик я отказала их в пир-1 это мой любимый магазин что кстати классно об этом магазине в прошлый раз когда мы хотели продать точнее сдать часть вещей которые были в лос-анджелесе мы их отдали вернули обратно практически после полугода использования даже года и нам дали как бы кредит магазина то есть карточку которую можно потратить в этом магазине я вот на нее купила просто эти столы . это вот второй стол они шли в комплекте вместе с вот этим вот столиком такого разного размера по моему очень классно смотрится и они стоят у меня по отдельности рядышком друг с другом как вы уже поняли это мой любимый угол благодаря вот этому вот виду это очень классная лампа я просто обожаю она такая винтажная мы их купили в двух вариантах вот на амазоне на самом деле она вообще недорогая я могу оставить также ссылку вот и подушки покрывала это все приехала со мной из л.а. ну а это моя лампа рабочая самая любимая без нее никуда вещь которую нельзя называть пиэспор я в нее не играю честер в нее не играет но вы поняли кто в нее играет и вот такой вот телевизор абсолютно кстати такой же телевизор у нас был в лос-анджелесе нам он очень нравился он недорогой и да привет вот такой тиви стенд в нем лежит всякие провода все самое необходимое и этот вот коврик тоже приехал с нами из л.а. я уже не помню где его заказан но мне очень нравится такой мягенький и вписывается вообще в любой интерьер ну а это собственно типи честера где хранятся его игрушки этот мишка надо его тоже туда положить вот он иногда в ней спит там была подушка но мы ее переложили в другое место вот он тоже вот это домик этот ему приехал с нами из л.а. потому что ну просто такую красоту я не хотела никуда отдавать вот мне очень нравится далее идет мой любимый стол кофейный столик на котором лежат мои журналы он из дерева с железными ножками кажется я тоже заказывала его на амазоне в районе 200 долларов он стоит вот такой красивый вот каждый его угол продуман до миллиметра мне кажется потому что выглядит и все очень гармонично и красиво кстати свечку я привезла из россии вот эту это манго свеча но она по-моему в кокосе прямо по курсу у нас библиотека далее вы видите рузвельт айленд и собственно сам манхэттен который очень прекрасен на закате и на рассвете и другие здания здесь у нас пирс куда приходит многие фотографироваться особенно молодожены парк где очень много людей по выходным и у нас оттуда отходят фэри чуть позже покажу вам эту террасу находится на четвертом этаже вот этим естественно видом давайте пройдем в наш здесь у меня шкаф где стоят чемоданы куча всякой одежды на шкафу висят такие ловцы снов я обожала в цеснов здесь у нас небольшой бардак но не обращаем на это внимание здесь много одежды чемоданы он достаточно большой и вместительный вот мой любимый прикроватный столик который из такого вот классного камня у нас marble мрамор собственно сама кровать вот эту штуку я заказывала на эти это где люди самостоятельно делают и продают вещи я привезла ее тоже вместе с собой собственно это шкаф кровать что можно заметить я просто на одной части помещается на огромное по ней можно понять что комната достаточно большая потому что очень мало куда влезает king сайта в нью-йорке в особенности очень маленькие спальни и очень маленькие туалеты поэтому я вообще удивлена что сюда влезла так много вещей как столик лампа и сама кровать комод и все остальное совсем недавно мы повесили вот эти огоньки по моему очень мило выглядят вот такой вот у них пульт и можно менять разные цвета желтый оранжевый хотим не красный у нас зеленый синий белый розовый фиолетовый смотрите как вас и у них есть разные режимы которые по-разному мигают можно делать медленно можно быстро можно там всякую дискотеку устраивать здесь находится вторая кроватка честера еще компьютер один это джейкоб он не знаю что на нем делает и вот такой вот стол рабочий тоже очень классно мне нравятся вот эти детали очень интересно продуманные ножки так они выглядят ну и сам стол тоже выглядит очень прикольно стул соответственно такой же мы покупали их в паре вместе с тем который стоит в гостиной дальше у нас идет комод достаточно большой вот эта часть джейкова это часть моя здесь все самое необходимое здесь висят мои украшения не все части у меня запрятаны но сама основная чем я чаще всего пользуюсь здесь здесь это кстати купила тоже это я не помню где я купила но на мой взгляд тоже очень миленькое такое для украшений а кстати тоже вот это я купила в H&M home возможно в россии это тоже продается я больше чем уверена кстати то здесь тоже лежат всякие мои украшения кстати вешалку я купила в самую последнюю очередь буквально неделю назад она абсолютно недорогая она стоит 30 долларов я купила в таргете но я решила что она мне необходима потому что в том шкафу очень много одежды и проще сложно выбрать поэтому я решила вывесить сюда всю свою летнюю одежду в частности ту которую я редко решу и забываю просто по ней поэтому она у меня будет висеть здесь прямо при глазах ну и собственно тот же самый вид только из другой комнаты которая особенно прекрасен на рассвете и на закате так ребят я не могу поверить что это свершилось но у нас открыли бассейн а бронироваться нужно заранее за несколько дней на определенное время чтобы не было слишком много количества людей в бассейне в одном ходу у нас есть возможность плавать и погорать с видом мы с девочками пришли на барбекю и вот такие у нас столики здесь с таким прекрасным видом а это собственное здание Замок заглядет вот так. У него есть свое приложение, называется Watch. И здесь все двери в доме, которые можно открыть этим приложением, включая почту, гараж и квартиру. Продолжение следует... Продолжение следует...